Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный и это очередной эпизод рубрики смотр игр печатников тренажеров клавиатуры. Сейчас я обозреваю игрушку достаточно оригинальную, Dancer Typing, флеш игра, где нам нужно печатать, чтобы танцевать. Ссылка, как всегда, внизу под описанием видео. Заходите, смотрите и пробуйте. Он также называется Michael Jackson Typing, хотя на самом деле Dancer Typing. Не знаю, почему-то так назвали. Значит, здесь есть режим помощи, который объясняет, как печатать. И в этом режиме помощи, самое интересное, есть наэкранная клавиатура, а в самой игре её нет. И вот могли бы её добавить и поставить, и игра бы сразу выросла в качестве. Нет, к сожалению, только в обучении есть. Очки, к сожалению, не работают, несмотря на то, что нажимаешь. То есть здесь должны были быть очки, но они не работают. Вот так. И да, это игра проходимая, здесь есть количество уровней. Они отличаются фактически только скоростью, с которой надо печатать. К сожалению, здесь нет настройки сложности, и слова совершенно случайным образом генерируются. Вот, допустим, первый уровень, и пошли очень большие сложные слова, которые почти невозможно напечатать. Поскольку я ещё не владею слепым методом печати английского языка, то мне приходилось глядеть на слово, а потом опускаться и смотреть на клавиатуру, тем временем упуская, собственно, всё, что происходит в игре. Игрушка вызвала смешанные чувства именно из-за сложности. Дело в том, что здесь уровень сложности, то есть не зависит количество, размер слов от уровня сложности. Если мы возьмём Skytyper, по-моему он назывался, или как-то так, там, где самолётик летит, и нужно печатать, и чем дальше уровень проходится, тем более длинные слова. Здесь же, к сожалению, нету такого. И кроме того, вот это, знаете, оскорбление, серьёзно, это не то, ради чего людям интересно проходить. И так как здесь очень высокая сложность, то, соответственно, можно часто услышать вот это «бу». Это понижает интерес от игры. Давайте, наверное, подводить итоги, потому что, в принципе, все уровни будут выглядеть вот так вот. И генерация слов совершенно случайная. На первом уровне могут попасться как супер длинные слова, так и супер короткие. И точно так же на остальных. Но времени там становится меньше. Я всего лишь несколько прошёл. Вон, скорость 8 указана вверху. Уровень 1, количество очков 68, и история там что-то 94. Это, наверное, сколько я в прошлый раз максимум набирал. Сейчас везёт, достаточно короткие слова пошли. И понятные, поэтому их можно набирать без каких-то проблем. Установил рекорд. А если пойдут вот, допустим, такие с самого начала, то всё это фактически провал. Да, это уже пропустил. Involve. Sacred. Вот так. Видите, ну, когда 4-х буквенные слова или это, то значительно легче. А когда идёт там 8, 10, 12 букв, то вообще... Я не знаю, как, но у меня умудрилось пройти первый уровень. У нас здесь количество, статистика количества жизней, скорость, сколько очков набралось. Вот. Плохая статистика, ничего особенного нет. То есть скорость, видно, уже девятка. На десятке я уже не смог его проходить. Я так и застрял на третьем уровне. Кому эта игрушка подойдёт? Ну, наверное, женской аудитории и тем, кому интересны танцы. Она достаточно оригинальная, интересная и... Да. И... Из женской аудитории те, которые изучают английский язык и, в принципе, осваивают слепой метод печати. Всё. Я немного нарушу традицию и сразу дам оценку этой игрушке. С моей точки зрения она заслуживает красный парень вниз. По ряду причин. Несмотря на то, что она оригинальна. Начнём оценку, как всегда, с негатива. Какие у этой игрушки есть негативные стороны? Ну, первонаперво нету наэкранной клавиатуры. Несмотря на то, что в помощи эта наэкранная клавиатура была, в самой игре нету её. И по этой причине она не обучает слепому методу печати. Что было бы полезно. То есть, можно попечатать, но никакой только полезности с этого особо не будет. Оно улучшит только тот метод, который владели вы. Или интуитивно получите что-то ещё. Блин, вот эти отрицательные звуки. Это, собственно, оценка самой игры. Первый момент. Второй негатив. Это то, что она только на английском языке. И нельзя переключить на другие. Поэтому, увы, вот такой недостаток. Давайте третий. Недостаток. Отсутствие баланса. К сожалению, игра не сбалансирована. Как в плане сложности, так и в плане длительности слов. Было бы нормально сделать. Сложность, допустим, ускоряется время. И вначале идут трёхбуквенные слова. Там от двух до четырёх букв. Потом пятибуквенные, шести. И так дальше более-более длинные слова. И скорость побыстрее. Это можно было бы так сделать. Но, увы, этого баланса здесь нет. Неудобно. Также можно отметить негатив из классических. Это то, что здесь нет полноэкранного режима. То есть, она вот в такой вакуумном режиме. Флешка. Хотя есть флешки, которые разворачиваются на полный экран. И выглядят как полноценные игры. Даже лучше многих полноценных печальников. Поэтому, вот такой недостаток. Также к недостаткам я выделю вот это постоянные оскорбления. То есть, буу-бу-бу. То есть, негатива в игре много. Из-за того, что здесь достаточно сложно печатать, вот это что такое? Вот ради этого интересно играть? Нет. Собственно, это убивает весь интерес. Я бы, например, поступил бы каким образом, что если ты печатаешь слова, то тогда только позитив. Если ты не напечатал слова, никаких негативов нет. И в конце вот этого бул тоже нет. Это было бы приятнее. Что еще можно к негативу отнести? Да, то, что здесь плохая статистика и нету таблицы рекордов, она не работает. То есть нету мотивации для того, чтобы ее проходить, для того, чтобы делиться рекордами. Вот так вот. Это все негативы с моей точки зрения. Теперь перейдем к позитивным сторонам. Они классические. Первое. Игрушка бесплатная. Соответственно, запустили и играете. Второе. Она не требует установки. Вы зашли на ссылку, запустили и, пожалуйста, играете. Что еще можно к позитиву отнести? Оригинальность. Все-таки печать именно танцы. Интересная тематика. Оригинально сделана. Поэтому, да, можно добавить оригинальность. К этой игрушке. И на этом я больше не вижу никаких позитивных сторон. Она бы могла быть интересной. Вот смотрите, если бы только... А, и еще, да, четвертая. Она проходима. То есть тут 11 уровней. Они можно пройти. И в итоге, да, завершить игру. Это единственная вещь, которая мотивирует как-то в нее поиграть. То есть типа она проходима. Одна из мотиваций. Танцы, конечно, тоже интересны. Но то, что она проходима, это хорошо. Четыре. Ну, получается, плюс. Теперь по поводу того, что могло бы быть лучше. Вот если бы они просто сбалансировали сложность, сбалансировали размер букв, размер слов, которые нужно печатать, и добравили бы на экранную плавиатуру, которая у них помощи есть, игра бы получила бы зеленый палец вверх. И она бы оказалась оригинальной и интересной для прохождения, потому что она и обучая, и она интересно, нормально сбалансирована. Поэтому вот так достаточно оригинальная и интересная идея загублена плохой реализацией. К сожалению. Кстати, я так понял, что на самом деле от печати не меняется, что на самом деле вот этот персонаж танцует. То есть там просто на заднем фоне проигрываются анимации и... все. Несколько анимаций сделали гифок. Поставили гифку фона и гифку танцующего человечка. Их совместили и все. Они танцуют сами по себе и, собственно, движение ничего больше не зависит. а что в игре именно основа, это вот этот ползунок времени, который заполняется и, собственно, сами слова, которые их печатаются. Все. Все, что они сделали. очень просто, но выглядит стильно. Если бы ее сбалансировали, можно было бы рекомендовать. Как говорится, вот так. Ну, я хочу сказать, что у меня есть внутри других игр-печатников получше. И есть также прохождение многих обучающих игр, если вам интересно. Не только обучающие в скорости печати, а вот, допустим, включение иностранных языков. там японский, скоро будет немецкий. Продолжаю. Скоро будет немецкий. Также вот по языкам программирования визуальные, по, собственно, игрушке кода комбат. Это такая ролевая стратегия, где нужно программировать свои войска от простого к сложному. Из его персонажа выдавать команды. Крайне интересные вещи помогают программированию. Поэтому, да, смотрите. Кроме того, я еще проходил сбор-разборку вооружения, допризывная подготовка, как устроено вооружение, как его разбирать, собирать. Реалистичная штука и очень полезная. Ну и будут другие. У меня также есть видео на, получается, коммунистическую тематику достаточно активно. Это то, чем специализируется мой канал. Ну, а на этом все. у нас с вами был Вейбор Атомный. Если вы знаете какую-то обучающую игру, напишите в игру, подскажите, чтобы я ее возревал. Будет интересно посмотреть, если есть какие-то вопросы или предложения. То же пишите. И до следующего эпизода. Давайте чуть-чуть подождем, прежде чем как это позитивно. Вот, вот теперь до следующего эпизода. Только революция. Только победа.